Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В компании «АвтоСтронг» 200000 качественных запчастей, а на канале «АвтоСтронг» мы рассказываем все о запчастях, моторах и коробках. Мы уже разобрали для вас довольно-таки много коробок. Сегодня мы нашли что-то очень интересное. Итак, встречаем современный надежный 6-ступенчатый автомат Aisin TF80SF. Встречаем! Японский автомат Aisin TF80SC предназначен для установки на передние и полноприводные платформы с поперечной установкой двигателя. Данный автомат дебютировал в 2001 году на Volvo V70. Через несколько лет тестовой эксплуатации его стали ставить на огромное количество автомобилей. С 2006 года данная коробка появилась на всех автомобилях Volvo и Saab. Также она появилась на всех больших Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Renault, Peugeot, Citroёn. Также на мелких Cadillac. Также ее закупал Ford для своих моделей. Также он закупал их для Land Rover и Mazda. Эта коробка была очень популярна на автомобилях Opel. Коробка предназначена для работы с двигателями рабочим объемом от 1,9 до 4,4. Рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Нм. В частности, ее усиленная версия TF81SC. Мы будем разбираться с этой АКПП на примере экземпляра снятого Sopel Insignia 2.0 CDTI 2011 года. У Opel Air эта коробка обозначается AF40, у Peugeot Citroёn AM6, а у Mazda AW6A. Итак, это шестиступенчатый гидромеханический автомат, который построен вокруг редуктора Le Pelletier, который и обеспечивает все шесть передач переднего входа. Благодаря этому редуктору деталей здесь немного, а именно четыре пакета сцепления, одна тормозная лента и одна обгонная муфта. Для передачи крутящего момента на дифференциал используется промежуточный вал. За распределение потоков жидкости в гидроблоке отвечают 8 соленоидов. В данную коробку надо заливать масло с допуском JWS 3309 либо же Toyota WS. Заправка 7 литров. По замыслу производителя ATF сюда заливается на вес срок службы. Но практика показывает, что этот автомат очень чувствителен к качеству и прозрачности масла. Для долгой и беспроблемной эксплуатации менять масло надо каждые 50 тысяч километров, а в паре с более тяговитыми двигателями при агрессивной езде, при частом движении в пробках менять масло надо и того чаще. Масло должно иметь розоватый красный оттенок, в противном случае масло надо менять. Автомат ISIN получился надежным и добротным. Пробег в 200 тысяч без поломок и ремонтов для него не предел. Ранним коробкам ISIN TF80SC достался неудачный гидротрансформатор. Дело в том, что крышка со стороны поршня блокировки из-за перегрева деформировалась. Из-за этого фрикционный материал изнашивался быстро и неравномерно. Позже гидротрансформатор был усилен по корпусу и получил дополнительные демпферные пружины. Также были случаи при работе с мощными дизелями изнашивалась мухта Бублика. Не успели начать разборку, как уже видим, первую поломку. Вот эта втулка должна быть вот здесь. Это происходит из-за износа гидротрансформатора и из-за грязного масла. Посмотрите, какое оно здесь чернющее. В общем, из-за большого количества фрикционного осадка в масле образуется сухое трение. Втулку задирает и она буквально приваривается к шейке гидротрансформатора. Вы же все знаете, что на сухую это плохо. Ходят слухи, что он может переключить со второй сразу на десятую. Итак, встречаем полюбившегося героя наших разборок Сергей. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. У автомата TF80SC много вариантов исполнения гидроблока. Они разные в зависимости от модели автомобиля и года выпуска. На Volvo вообще их надо подбирать по VIN. Данный гидроблок уникален и используется только для данной коробки, выпущенной для Opel. С 2011 года гидроблок модернизировали и упростили, и он стал меньше подвержен механическому износу. При эксплуатации коробки на горелом либо же грязном масле загрязняются каналы соленоидов. Изнашиваются многочисленные втулки и кольца. При перегреве коробки страдают сами соленоиды. Их неисправности фиксируются в виде ошибок. Это все выражается пинками и толчками коробки. Как правило, первый выходит соленоид, который отвечает за муфту блокировки гидротрансформатора, потому что через него проходит больше всего грязного и горячего масла. Следующий по ненадежности это соленоид линейного давления. Все же остальные соленоиды отвечают за включение тех или иных сцеплений и тормозов, и менее нагружены. Если автомат Айсен пинается постоянно, то значит где-то происходит утечка масла из-за износа уплотнений в механической части или поршней. Рады вам представить вот этот гидроблок, который модернизирован и пошел после 2011 года. Посмотрите, как легко разбирается эта коробка. АТФ охлаждается в радиаторе, который совмещен с радиатором двигателя, и по вот этим каналам она уходит туда. В редких случаях на данных коробках стоит здесь теплообменник. Так вот, очень нередки случаи дефектов радиатора либо же теплообменника. Когда антифриз смешивается с АТФ, то тогда весь фрикционный материал осыпается. Для того, чтобы избежать данную ситуацию, надо поставить внешний радиатор и соединить его с коробкой, подходящим переходником. Масляный фильтр здесь расположен очень неудобно, ведь производитель не подразумевает его замены. Поэтому, чтобы до него добраться, надо снять коробку и разобрать ее. Ну и по размеру эти фильтры крохотные, как спичечный коробок. После вскрытия мы обнаруживаем в фильтре фрикционный осадок и металлическую пудру. Это продукты тотального износа. Этих продуктов настолько много, что мы видим задиры на шестернях маслонасоса и даже на его корпусе. Если автомат ICI начинает пинаться по мере прогрева, значит изношены три тефлоновых кольца, которые находятся на его валу. По мере нагрева масла регулятор в гидроблоке ступенчато регулирует его давление. Рабочее давление масла, которое сжимает фрикционы, на горячей коробке в 3-5 раз выше, чем на холодной. Следовательно, утечки и вызванные ими пинки появляются по мере прогрева коробки. Для того, чтобы заменить вот эти копеечные кольца, надо разбирать пол коробки. В барабане, по которому работает тормозная лента, находится простой планетарный редуктор. Напоминаю, что планетарный редуктор Le Pelletier это простой планетарный редуктор, который работает в паре с редуктором Ravigneur. Он находится там дальше. Сейчас разберем и покажем. И вот он современный автопром. Коробка в принципе надежная, но без пластиковых деталей не обошлось. Вот такие шайбы скольжения здесь стоят. Бывают, что они ломаются. В передней части коробки находятся сцепления C1 и C3. C1 участвует во включении первой, второй, третьей, четвертой передачи C3, третьей, пятой передачи и заднего хода. Также здесь есть тормоз B1. При включении этих сцеплений они соединяют водила переднего редуктора с солнечными шестернями заднего планетарного редуктора Ravigneur. Ленточный тормоз B2 блокирует вращение малой солнечной шестерни и участвует во включении второй и шестой передач. Фрикционный тормоз B2 у нас в отличном состоянии и, кстати, это самый нагруженный комплект сцепления. Ну и пакет C3 тоже годен. Тормозная лента хоть и потемнела, но в хорошем состоянии. И на барабане мы видим легкие потемнения, то есть ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что мы достали планетарный редуктор Ravigneur. Вот сам редуктор, а вот это его коронная шестерня. На редукторе, вернее на его корпусе установлена муфта свободного хода. То есть она позволяет корпусу редуктора вращаться по часовой стрелке и блокирует вращение корпуса против часовой стрелки. Муфта задействуется при включении первой передачи. Муфта выглядит вот так. Отсюда сформированный крутящий момент передается на промежуточный вал, а с промежуточного вала на дифференциал. Тормоз B2 при включении останавливает водила заднего планетарного редуктора. Участвует в торможении двигателем на первой передаче и также для включения заднего хода. По состоянию фрикционов все очень даже хорошо. И последний пакет сцепления C2, который соединяет промежуточный вал с водилом заднего планетарного редуктора. Участвует во включении 4, 5 и 6 передач. Здесь всего 4 фрикционных диска. Соответственно, и площадь сцепления здесь наименьшая и, следовательно, от износа это сцепление страдает первым. Но в нашем случае это сцепление никак не пострадало. Разборка закончена и сегодня мы разобрали интересный, надежный и современный автомат. Серега резюмирует. В нашем случае первым вышел гидротрансформатор, что и привело к сворачиванию втулки. Соответственно, вытекло масло и автомобиль остановился. Чаще меняется масло на этой трансмиссии, и оно будет вас очень долго радовать. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».